В 2016 году Магнитогорский металлургический комбинат отгрузил потребителям рекордный объем оцинкованного металлопроката, а именно 1 миллион 135 с половиной тысяч тонн. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2014 году и уступал нынешнему на 20 тысяч тонн. Тему продолжит Татьяна Зайцева. Две недели назад здесь на демонстрационной площадке ЛПЦ-11 рядом с кузовом автомобиля «Лады Калина» появился кузов еще одного автомобиля «Лады Весты». И, как вы видите, здесь еще достаточно места, чтобы автопарк ЛПЦ-11 пополнился новыми экспонатами. Сегодня ММК отгружает свой автолист не только на АвтоВАЗ, но и другим концернам, имеющим свои производственные мощности в России. Это Ford, Volkswagen и Hyundai Kia. Также ведутся переговоры с автоконцерном Daimler. Ежемесячно ЛПЦ-11 отгружает автопроизводителям порядка 9-12 тысяч тонн автолиста. 1 миллион 135 тысяч тонн оцинкованного металлопроката за год. Таких показателей Магнитогорский металлургический комбинат не добивался никогда. Прошлый рекорд прокатчики поставили в 2014 году. Он был на 20 тысяч тонн меньше. Немаловажная деталь столь высоких показателей ММК достиг зимой. А это время года на рынке оцинкованного металлопроката считается не сезоном, ибо потребители строительной компании зимой пассивны. Здесь заслуга не только производственных подразделений. Как вы знаете, у нас не один цех производит оцинкованный прокат. Это и 11-листопрокатный наш комплекс холодной прокатки, и производство металла с покрытиями. И в южном блоке, и в северном блоке есть агрегаты по производству оцинкованного листа. Это работа нашей общей команды и в первую очередь заслуга именно сбыта. В последние годы ММК постепенно наращивает выпуска цинкованного металлопроката. В 2002 и 2008 годах в цехе покрытий были введены в эксплуатацию два высокопроизводительных агрегата непрерывного горячего цинкования. В 2012 году в ЛПЦ номер 11 вошла в строй вторая очередь комплекса холодной прокатки, в составе которой АНГЦ и комбинированный агрегат непрерывного отжига и горячего цинкования. А сейчас в 11-м листопрокатном цехе строят еще один агрегат горячего цинкования – номер 3, мощностью 360 тысяч тонн в год. Если агрегаты действующие в 11-м листопрокатном, они больше рассчитаны на производство автолиста, автомобильных сталей, высокопрочных сталей, марок стали, которые применяются в бытовой технике, то агрегат оцинкования номер 3 будет рассчитан непосредственно на строительную отрасль. Таким образом, новый агрегат непрерывного горячего цинкования частично освободит действующий АНГЦ, который, в свою очередь, полностью загрузится заказами, необходимыми автопроизводителям. Его пуск намечен на июль 2017 года. Татьяна Зайцева, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН.